Казахстан расширяет сферу международного инвестиционного сотрудничества. Возможности обсудили представители МИД Казахстана и Исламской организации по продовольственной безопасности. Новым инструментом для этого может стать СУКУК. Это финансовый документ, обладающий многими свойствами обычной облигации, но при этом соответствующий принципам шариата. Принимая СУКУК, Казахстан и другие государства-члены организации исламского сотрудничества смогут снизить зависимость от внешнего долга, повысить ликвидность на внутренних рынках капитала, а также привлечь иностранные вложения в реальную экономику. Участники встречи отметили высокую инвестиционную привлекательность нашей страны. Министерством сельского хозяйства Казахстана прорабатывается около 40 проектов с участием иностранных вкладчиков. С этого года привлечение инвестиций из исламского мира в соответствии с принципами шариата по сертификатам СУКУК успешно осуществляется. В этом году очень активно во все мере этот процесс идет. Относительно республики Казахстан впервые в начале июля были привлечены сертификаты СУКУК в сумме 2 миллиарда тенге для развития лизинговых операций. Это первый прецедент, когда в национальной местной валюте были выпущены данные ценные бумаги. Если брать статистику, то по итогам прошлого года у нас инвестиции в основной капитал очень хорошо развивались. Эта динамика положительная продолжается по результатам вот пяти месяцев этого года. Как нам показывает статистика, по результатам пяти месяцев 2023 года инвестиции в основной капитал у нас на 30 процентов выросли. Это все показатель того, что отрасль динамично развивается. В Магаданской области горит тайга. Огнем охвачено более 2000 гектаров. Особенно сложная ситуация в региональном заповеднике и рядом с поселком Стекольной. Пожар в Магаданском заповеднике начался у дачного поселка, но дальше огонь перешел в чащу. Очаг обнаружили споспутника, но пламя распространяется так быстро, что пожарные не успевают тушить. Всего в Магаданской области горит больше 2000 гектаров леса. Все силы брошены на оставшиеся очаги. Из соседних регионов прибывают пожарные и сразу отправляются в труднодоступные места. Сухие грозы – чистая причина пожаров. Погода способствует распространению огня на границах Магаданской области с соседними Чукутской и Якутии. Заместитель председателя кабинета министров Бакыт Тарабаев принял участие в церемонии передачи Министерству транспорта и коммуникаций 84 единиц новой спецтехники. Техника состоит из современных самосвалов, агрогрейдеров, автомиксеров, транспортных средств для перевозки воды и битума, тракторов, бульдозеров, экскаваторов, бензовозов и асфальтоукладчиков и другой техники. На церемонии передачи министр отметил, что по поручению главы государства в целях развития обновления и улучшения материально-технической базы Министерства транспорта и коммуникаций кабинета министров выделено соответствующие средства из республиканского бюджета на приобретение спецтехники. Он также добавил, что каждый километр дороги открывает перед людьми новые возможности и проинформировал присутствующих о запланированных мероприятиях на развитие автодорожной отрасли на 2023 год. Будем сами своими силами строить. Мы приобрели их, как бы можно сказать, в лизинговой системе на три года. Сначала 30 процентов оплатили, а 70 процентов разделим на три года. Ежеквартально будем платить. Эти техники сейчас отправим по всем этим, по всеми областям. Особая поддержка оказывается в рамках динамичного развития дорожной отрасли. В этом году на реализацию дорожных проектов из бюджета выделено более 6 миллиардов сомов. До конца года в республики планируется построить и отремонтировать 855 километров дорог. Из них 587 километров будет заасфальтировано, 178 километров подвергнуты шероховатой поверхностной обработке и 90 километров гравийному покрытию. Европейские круизные лайнеры загрязняют атмосферу больше автомобилей. Исследование показало, что 218 судов в прошлом году выбросило в атмосферу свыше 500 тонн стернистого газа. Это почти в четыре раза больше всех машин континента. Кроме того, антирейтинг самых загрязненных портов региона возглавила Барселона. Среди других городов это Лиссабон и немецкий Гамбург. Экологическая обстановка ухудшается, несмотря на обещания круизных компаний принять меры, отмечается в отчете. В связи с этим эксперты рекомендуют запретить кораблям как минимум запускать двигатели в порту. Редактор субтитров А.Семкин